2017 год для Ботобинской экспедиции оказался одним из самых непростых. Компания «Алроса» реформировала свой геологоразведочный комплекс. И в первую очередь это коснулось именно Амакинской и Ботобинской экспедиции, где были разделены функции геологического сопровождения и горно-буровых работ. Созданы на базе двух комплексных экспедиций – Вилюйская геологоразведочная и Мирненская горно-буровая. Изменился функционал. Раньше экспедиции выполняли весь комплекс работ, начиная от проектирования, заканчивая, выполняя весь комплекс геологоразведочных работ и заканчивая написанием отчетов. В новой парадигме генерирует направление работ научно-исследовательское предприятие. Основное финансирование поисковых работ проводится через Вилюйскую экспедицию, которая заказывает горно-буровые работы у Мирненской экспедиции и научно-аналитическое сопровождение у НИГП. Общее финансирование геологоразведочных и эксплуатационно-разведочных работ более 7 миллиардов рублей по акционерной компании. Работы ведутся в пяти алмазоносных районах на коренных и рассыпных месторождениях, в центральной и субпровинциях и в четырех на севере по рассыпной тематике. Задачи перед геологами стоят вполне конкретные. Открытие новых кемберлитовых трубок в ближайшие два года. Перспективу возлагают в первую очередь на Мунский район. По Долбитанскому объекту аэрофизическая съемка. Выделено порядка, я уже точно не помню, там 60 с лишним аномалий. Из них часть является аномалиями перспективными на обнаружение кемберлитов. Во время итогового собрания говорили и о будущей работе. Например, о лицензировании поисковых участков и техническом перевооружении. Отдельной строкой – кадровый вопрос. Понимание долгосрочного развития геологоразведочных и экспоразведочных работ до 2030 года позволит спрогнозировать потребность по кадрам и направлению исследований. Часть наиболее важных и острых вопросов поднимут на итоговом хозяйственном активе компании «Алроса». Напомним, он состоится уже 13 марта. Ивана Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова